Здарова, бро, чё как? Хайл Метал, отлично всё дело Представься, пожалуйста Саша Фитиль, мастерская Фитиль ДМС Москва Слушай, ну невозможно пройти мимо этого аппарата Расскажи немного о нём Для тех, кто собирается строить, может быть, у тебя подобный аппарат И для тех, кто вообще в этом нафиг ничего не понимает Что это такое? Слушай, ну вообще, эта мотика такая забавная история Это вообще первый мотик, который я делал для себя При том, что это был уже довольно-таки большой у меня опыт В постройке мотоциклов для других людей Поэтому, когда выбирал, что буду делать Решил прям жёстко прохардкорить То есть, всё, что можно было сделать не так, как у всех И не так, как я делал всегда Всё здесь именно так и было исполнено Ну, начать, наверное, можно с шасси Значит, шасси мы видим сухарь сзади Спереди вилка от старого Харлей, от ВЛА 42-го Без амортизатора, одни пружины Это его родная вилка? Влажная? Да, это влажная вилка Я её чуть-чуть доделал, чуть-чуть аккуратил Чуть-чуть удлинил серьги, чтобы побольше ход был Вот, компенсировав таким образом отсутствие задней подвески Хотя бы в какой-то степени Вот, дальше можно сказать о моторе Это современная реплика Панхеда Значит, он интересен тем, что весь верх у него такой же, как у Панхеда То есть можно прям брать оригинальные Харлейские железки И поставить вот мотор, всё подойдёт без переделок А низ от мотора более позднего поколения То есть у него насос, коленвал, поршни Это всё эволюшнское И за счёт этого мотор надёжный, быстрый, тихий Не дрищет маслом, что большой плюс Вот, при этом у него 88 дюймов объём И для такого лёгкого мотоцикла это больше, чем достаточно Дальше у него сухая первичная передача А самый прикол в силовом агрегате То, что у него Suicide Clutch, так называемый, и Jockey Shift Это, значит, сцепление находится на ноге, как у машины То есть вы нажимаете, можно включать скорость Скорость включается на Jockey Shift, надо переключать скорость И чтобы тронуться, нужно отпустить сцепление и поехать Конфигурация называется Suicide Clutch не случайна Потому что если вы на включённой передаче на месте стоя Вдруг решите поставить левую ногу на землю То вам придётся отпустить сцепление И он не заглохнет, он поедет Потому что это очень мощный мотор с очень высокими низами И при любых ситуациях он поедет Он не заглохнет Вот, и поэтому весь мотоцикл принял такую нотку Чего-то такого демонически, такого хардкорного Вот В общем, мотоцик проявил себя офигенно Я успел сделать до выставки, до одной очень важной Приехал с выставки И прям начал сезон, больше ничего в нём не лазил И вот два года я на нём ездил Вот прям не слезал, вообще не слезал И в дождь, и в солнце, и всё И потом у меня кое-что на нём испортилось После там 10 тысяч километров И закружило работу И больше, как бы, несколько лет я к нему не подходил И вот буквально к этой выставке я его вынул из хлама Потёр его Доделал железку, там было на час работы И всё, то есть сюда я практически из мастерской на нём прям Ну, зима же уже, уже же, акумарит же уже же Слушай, а скажи мне такую вещь Вот несмотря на то, что мне был дан дичайший запрет Вот этот вот пижон стильный Который так стоит, скрестив руки в шарфе В совершенно обалденном Это ж хозяин его? Нет, хозяин я Хозяин ты, да? Да А то просто я с такой гордостью Стоит, смотрит на этот мотоцикл Совершенно шикарный Заманил такой конфетками, вискарями Говорит, давай, давай А мы тебя снимем Эмотик твой поставим Красиво, на второй этаж Ну и против второго Я просто фотограф И занимаюсь съёмкой мотоциклов много лет Ты здесь представился? Артём Мусельков На выставке есть твоя работа? Вот они Ребят, два в одном Значит, помимо того, что Все эти мотоциклы Они нас возят Они нас радуют И так далее Иногда Холодными Московскими Ночами Или Залипая в офисах Надо на что-нибудь посмотреть И можно сфоткать Мотик Берёшь телефон Делаешь пару фотографий Вот смотри А можно У всех этих машин Есть душа И вот Именно фотографии души Отражены на Снимок чужой диафрагмы Заметьте Вот Вы видите Душа Мотоцикла Рентген души Мотоцикла Ну да, реально Конечно Надо сказать Это он и есть Это он Это я на завод его возил Это я его возил На завод специально Конечно Можно действительно Сделать фотографию Картинку А можно сделать Вот реально Отпечаток души И Артёмка Конечно В этом плане У нас сейчас Прям молоток И Мы знакомы Не сильно давно Там года три Сколько? Шесть О О Дважды три Но хочу сказать Что такого Близко даже Никто не подобрался К такому уровню То есть Это всегда плёнка Это очень часто Чёрт Даже всё время Чёрно-белая Да? Ты футишь на плёнку То есть Это прямо Вот Я разговаривал С разными людьми Фотографами Они вот Заочно Прямо Преклоняются Перед мастером Видят фотографию Ну реально И Очень приятно Что наши Простые железки Становятся Объектом Такого Творчества Знаешь Такого Другого уровня Фотографии То есть Все могут Правда Вот это Вот это Вот нащёлкнуть Но Это просто Железка Да? Ребят Я могу сказать Что вот этот человек Который Про просто железо Говорит сейчас Это на самом деле Легендарный фитиль Это не просто Некий человек А человека У которого Наверное Стоит спросить Совет И уже пора Человеку заводить Не только мастерскую Но и какую-то Комнатёнку С кожаными диванами Для дачи мастер-класса Слушай Скажи У меня такой вопрос Подобные проекты Там Мото-весна Мото-зима И так далее В целом Растёт наш электорат Вот В смысле Чопера В смысле Олдскула Понимать Начинает что-нибудь Или это по-прежнему Это динозавры И какие-то вещи Никому не нужны Слушай Ну дядь Народу много Интересуется Как бы процент Понимающих Это очень Относительная Величина Но их огромное Количество То есть я не могу сказать Их стало больше Меньше Потому что Их мало Никогда не было Вот на мой взгляд Возможно Просто люди Не проявляют Своего непонимания Но я его Не вижу Непонимания Чаще всего Это люди Которые задают Вопросы По существу Люди Которые Порой Своими решениями Способны Удивить кого угодно И моих друзей И меня И всех То есть это Движуха Которая идет Безостановочно Уходят одни К сожалению Приходят другие Это нормально Это прям За этим следить Офигенно интересно А такие События Как вот эта выставка Это просто воздух Без этого Никак нельзя И всем Организаторам Подобных мероприятий Прям хочется сказать Отдельное спасибо То есть они Это делают Прям вот Я не понимаю Откуда они столько сил Уберут Вот это все Представляешь Только уродов Сцентровать Ну реально Все люди этим живут Это же люди Не притворяются Здесь которые выставляются Здесь практически Среди выставляющихся Персонажей Практически нет людей Которые В обычной жизни Выглядят по-другому То есть это Их жизнь И Их облик Их образ жизни Он всегда такой И всех этих людей Собрать воедино Организовать И сделать Из этого Хорошего уровня Мирового уровня Выставку Это очень непросто Очень Крайне непросто Поэтому хочется Сказать огромное Конечно спасибо Всем организаторам Я прям вот Не будь их Прям я не знаю Что было бы Мы тут общаемся Со всеми людьми С которыми мы В обычной В обычной жизни Порой не пересекаемся Просто потому что Мы не вылазим Из своих нор То есть Все свои стружки Все в своем дыме Ну вот Поэтому Очень большая Благодарность Конечно Димона Хитрова И все Кто участвовал Спасибо большое Удачи И адского движника Те Благодарю и вам Слушай Действительно